Привет! Это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про гуппи. Гуппи – пресноводные живородящие рыбки с большими хвостами. Они неприхотливы в содержании и красиво смотрятся в любом аквариуме. Эти рыбки сегодня очень популярны в качестве домашних питомцев. Своё название они получили в честь английского ученого Роберта Гуппи, который в 1886 году сделал доклад перед членами Королевского общества об этих удивительных рыбках, не мечущих икру, а рожающих живых детенышей. В естественной среде обитания гуппи имеют скромную окраску, серое тело и небольшие пятна на округлом хвостовом плавнике. А вот селекционные формы могут похвастаться многообразием ярких нарядов. Так, например, для аквариумного содержания были выведены зелено-оранжевые, красные, пятнистые гуппи. Гуппи – это настолько широко известная в аквариумистике рыба, что о ней говорить дополнительно довольно сложно. Самым главным отличительным чертой этой рыбы являются её великолепные хвосты. Они бывают совершенно разных цветов, форм. Самцы всегда окрашены ярко. Самочки более бледные и более крупные. Содержание такой рыбы не составляет никакого особого труда. Рыба прекрасно размножается, подходит практически для всех объемов. Гуппи – миролюбивые рыбки небольшого размера. Самец может достигать в длину трех сантиметров, а самка – шести. Поэтому они абсолютно безобидны. Так что в вопросе совместимости этих аквариумных рыбок нужно думать не о том, кого они могут обидеть, а о том, кто может обидеть их. Рыбки мирные. Их можно содержать практически в любом объеме – 10, 20, 30 литров. И там они могут дать потомство, конечно, при наличии разнополых. Гуппи можно стелить вообще-то практически со всеми рыбами, за исключением тех, которые представляют для них опасность. Прежде всего, это рыба, которая может её съесть. А как мы знаем, съесть может любая рыба, если в рот помещается. Не подходит для содержания с барбусами, потому что барбусы достаточно часто поедают плавники. Не подходит для содержания совместного с петушками. Петушки тоже, скорее всего, будут атаковывать пушистые хвосты. А так в целом можно содержать практически с любыми пициллиями, малинезиями, тернециями, разборами, тетрами с оговоркой. То есть там кровавую тетру, наверное, не стоит. Остальные могут. Что касается ухода, то оптимальная температура воды для содержания гуппи составляет от 23 до 28 градусов. Также специалисты рекомендуют еженедельно менять одну треть воды в аквариуме. Большую роль в жизни гуппи играет освещение. Зимой аквариум следует освещать в течение 10-12 часов, летом 12-14 часов. Гуппи всеядны, их можно кормить как живыми кормами, так и комбикормом. Средняя продолжительность жизни гуппи составляет 2-3 года. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok